Приветствую вас. Не уверен, что вам в вашем конкретном случае пригодится какой-то один ответ, который является общим достаточно и который вполне вероятно вам может не подойти элементарно в силу ряда причин. Вот, поэтому я рекомендовал бы все-таки как можно более обробно осветить именно вашу проблематику, да, постараться ее осветить именно вашу проблематику, потому что именно исходя из нее, из вашей проблематики, можно будет говорить о том, как именно вам выйти из состояния одиночества, да. Вот. Но, если говорить в общем, то ситуация здесь следующая. Значит, во-первых, 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 на жопу. Чтобы выйти из одиночества, нужно сперва для начала получать удовольствие от него. То есть, то, что вы сейчас не получаете удовольствие от одиночества, то, что вы сейчас, скажем так, тяготитесь, и является, ну, ключевой проблемой на самом деле, потому что до тех пор, пока вы тяготитесь одиночеством, на самом деле будут серьезные трудности, вы все время будете испытывать потребность в том, чтобы из одиночества выйти, вот, и для этого вам будут нужны люди, ну, как бы, те, кто вам поможет это делать, и таким образом вы будете нуждаться постоянно в ком-то, и из-за этого есть риск определенного замкнутого круга. для вас определенного замкнутого круга именно для вас. Дальше. Дальше. Следующий важный момент касается того, того, что для окончания ну, тяготения одиночеством вам необходимо принять себя. ведь, согласитесь, одиноко вам именно потому, что вы не способны себя принять. У вас нет этой гармонии. Если бы вы себя вы принимали, то не было бы никаких проблем с тем, чтобы находиться в одиночестве. Ведь вам было бы комфортно и хорошо наедине с собой. А значит, вам не комфортно и не хорошо наедине с собой. а значит, это ключевой момент, который необходимо корректировать. И парадокс состоит в том, что перестав тяготиться одиночеством и научившись быть наедине с собой, принимая себя, убрав все блоки, которые мешают вам себя принять, полюбив полюбив такой, какая вы есть. Это я сейчас без каких-то стереотипов и не для красивого словца говорю. а именно в буквальном смысле научившись принимать себя. Принятие себя это и есть любовь. Вы сможете строить адекватные отношения с людьми, с другими людьми. Понимаете? И тогда вы не будете находиться в одиночестве. Но парадокс состоит в том, что выйти из одиночества можно только научившись этим одиночеством наслаждаться. В этом и состоит парадокс. И до тех пор, пока вы будете игнорировать этот парадокс, у вас будут проблемы. Кроме кроме того, можно с уверенностью сказать, что, например, значит, приняв себя и полюбив себя и приняв свое одиночество, как бы приняв себя такой, какая вы есть. Вы будете привлекательны не для всех и не для каждого. определенных будете вы привлекательны только для определенных людей, которые оценят вас, которые примут вас, какую вашу позицию и так далее. То есть, здесь можно говорить о качественном изменении вашего окружения, человека, которое на первый взгляд может показаться чем-то плохим, чем-то нежелательным, но по большому счету это будет путь вперед, потому что окружать вас будут только те люди, которые будут вами, ну, действительно, дрожить. Если вы готовы на такое вот качественное изменение в вашей жизни, то вам нужно выбирать эксперта и работать с ним. Если же вы вопрос задали просто так, просто из интереса, то я полагаю, что для ответа на него информация вполне более чем достаточная, чтобы вы получили представление о том, что вообще можно сделать, что реально сделать, что можно поменять, что нельзя поменять, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. увидите, что вы увидите, что вы увидите,